Девушки отдыхают Что это за конкурс? Это конкурс, организованный администрацией президента Российской Федерации по выявлению лучших управленцев России. Я об этом узнал случайно из интернета. Это была контекстная реклама. И, соответственно, зарегистрировался, записал интервью, что, в принципе, для меня было, наверное, самым сложным этапом в конкурсе. Потому что я интервью записывал 3 минуты, а потом его где-то 3 дня не мог загрузить по каким-то причинам, чисто техническим. И буквально за 2 часа до закрытия этого этапа я его, можно сказать, ночью абсолютно случайно загрузил. И, в общем, дальше продолжил участие, которое состояло... Первый этап состоял из трех тестов. Семен Сергеевич, давайте так, по порядку. Я предлагаю в таком поговорить формате, потому что очень много официальной информации об этом конкурсе, о том, кто его поддерживает из политиков и бизнесменов, как участвовать и прочее, прочее. А вот именно взгляды изнутри, их очень мало таких. В заявке что было, что нужно для того, чтобы принять участие в этом конкурсе? Насколько я знаю, там были некие возрастные ограничения, достаточно, ну, скажем так, мягкие, там, по-моему, от 20 лет до 60, по-моему. И, по-моему, все, насколько я помню. Никаких таких жестких, ну, наверное, наличие высшего образования, хотя я не могу это точно сказать. В целом, просто достаточно формальные требования. А вот это интервью трехминутное, оно о чем должно быть? Интервью о том, для чего я хочу участвовать в конкурсе. Лидеры России, для чего ты там не нужен, какая у меня мотивация? Достаточно простое, я записал их с первого раза на телефон, как говорится, загрузил, поэтому тут никаких проблем нет. Хотя, говорят, достаточно много людей на этом этапе отселось почему-то, ну, видимо, не знаю, по каким причинам. Ну, вот это такая формализованная часть конкурса, которую необходимо пройти, может быть, это некий такой тест на знание компьютерных технологий. Возможно. Умение держаться перед камерой. Умение держаться перед камерой. А, кстати, потом пригодилось в будущем? Или это вот единственный раз было такое? Ну, не, ну, было, потому что мы, когда были на полуфинале в Новосибирске, постоянно курсировало несколько съемочных групп и брали интервью, в том числе, у меня брали интервью в том числе. В целом, я считаю, что это качество, конечно, необходимо для лидеров, для лидеров и для человека, который хочет что-то в жизни добиться, то уметь работать перед камерой, уметь высказать свои мысли. Потому что все-таки, когда перед камерой находишься, вот я же сейчас это чувствую, совсем по-другому мысли развиваются, немножко чувствуешь себя в форсированном режиме. Вот, поэтому достаточно мы, ну, достаточно легко все это было, записал и, в общем, отправил. Потом через какое-то время пришло письмо, что вы допущены к тестам, и, в общем, я абсолютно спокойно. Тесты – это уже был такой первый этап участия. – Да. Что за тесты были? – Значит, ну, там на первом этапе были тесты просто на общие способности. Значит, первое – это числовые способности, второе – это вербальные способности, то есть это на возможность, на способность усваивать информацию вербальную. То есть читаешь текст, достаточно насыщенный и необходимо ответить на вопрос. Все это очень сжато по срокам, по времени точнее. И третий тест – это на общую эрудицию, на знание географии России, на знание литературы, искусства. То есть достаточно, так скажем так, на общую эрудицию. И что меня порадовало, я абсолютно в таком режиме, ни к чему не обязывающем, на обеде, буквально там за час все эти тесты прошел, в абсолютно в таком, скажем так, в расслабленном состоянии. И мне было приятно, что я получил три оценки А, то есть это высшие оценки по всем трем направлениям. И в целом мне, конечно, было приятно, потому что это некая такая объективная оценка собственных способностей. Давно уже, так скажем так, экзамен я не сдавал. Гуглом можно было пользоваться, пока тесты проходили. То есть я так понимаю, вам отправляют ссылку, вы ее открываете, там некая специальная программа. И необходимо зайти в полноэкранный режим, и возможности уже открывать другие окна нет. Соответственно, ну, если... Единственное, что я хочу сказать, что и посоветовать конкурсантам новым, иметь при себе хороший калькулятор, потому что там на этапе теста числовых способностей необходимо очень много делать такие сложные расчеты, именно чисто арифметические, но они большие. Там шестезначные числа слаживать, умножать, там, то есть в уме это будет сделать невозможно. Или с каким-то плохим калькулятором. Я просто знаю, что многих ребят, которые могли бы, наверное, пройти дальше, они просто за счет того, что они сидели на телефоне с калькулятором, они просто технически не смогли, потому что он сбивается. У меня в офисе абсолютно случайно оказался такой большой калькулятор-ситизен, который мне очень пригодился, как я понял. То есть там достаточно простые расчеты по пропорциям, по какие-то простейшие системы уравнений, но именно очень много расчетов. Ну, то есть это больше школьная программа или это такая расширенная какая-то программа? Ну, я думаю, это уровень 11 класса, думаю, вполне хватит. Ну, то есть специального образования. Специального образования не требуется. Это пропорции, это уравнения простейшие, какие-то элементарные расчеты. Хорошо. Вы сдали три теста, прошли, получили высшую оценку по всем трем направлениям. Дальше что? Как развиваться? Дальше, значит, через какое-то время пришли новый тест. А секунду, а вы уже на тот момент знали, что из Бурятии еще есть участники? Нет, вообще ничего не знали. Да, просто приходила статистика, что там 200 с лишним тысяч заявилось, сколько там прошло, зарегистрировалось и прошло этот этап видеоинтервью, сколько-то прошло, значит, какая-то часть отобралась на первом этапе по этим способностям, да? И сколько-то людей допущено ко второму этапу тестирования. Вот. И второй этап тестирования заключался в том, что мы, значит, нас тестировали на управленческие способности. И тоже, я говорю, опять же, мне было очень удобно и, ой, удобно, мне было очень приятно в том смысле, что я тоже абсолютно искренне, абсолютно спокойно, абсолютно даже, честно говоря, ни на что не рассчитывая, как бы. Сдал тесты, абсолютно честно. И в какой-то момент приходит мне так же вот. Там какие были тесты? Они, там ничего не нужно было считать, какие-то точные ответы. Вопросы просто по личным компетенциям, по личным каким-то качествам, да. Ну, например, что вам в вашей работе для вас в приоритете, например, отношения с коллегами, достижение результата, продвижение по службе или возможность саморазвиваться. Хотя, ну, в принципе, понятно, что и все вместе, да? То есть, ну, там надо было выбрать один вариант. И таких вопросов было, например, порядка 200, причем они там потом, эти варианты перемешивались. И там, если ты отвечаешь неискренне, там это все равно система выявляет. И просто, ну, в общем, да, если кому-то больше, например, на, условно, какие-то материальные, там, да, результаты своего труда, больше упор, то это выявляется. Если кому-то больше, там, на какие-то, на развитие, или кому-то больше, например, на общение с коллегами, то есть, да, все мы, я думаю... А какая-то расшифровка потом не приходит? Да, потом пришел такой достаточно большой развернутый отчет по всем способностям, да, по всем способностям. И я вот, допустим, для меня это стало достаточно такой... Он достаточно стал для меня интересным, во многом стал открытием, и во многом стал такой, знаете, почвой для дальнейшего саморазвития. Потому что, например, у меня по настойчивости было, по-моему, 97%, там, скорость ума была, там, 93%, такие, как бы, да. А вот, например, такие вещи, как, например, то есть, ну, как бы, я, да, вот, в основном я по работе, потому что я занимаюсь бизнесом, в основном, у меня такой режим, знаете, режим, не знаю, там, как бы отбойного молотка иногда включается, и когда встречаю препятствия, я, как бы, его не прохожу, я его, значит, как бы, не оставляю. А тут получается, что у меня как раз-таки вот этот, то есть, способность именно абстрагироваться от вопроса, немножко сделать шаг назад, подумать, придумать какие-то новые варианты, она у меня была понижена согласно этим тестам. Я вот весь год над этим работал, я, то есть, старался, как бы, немножко свою вот эту настойчивость применять по делу, и больше именно, да, анализировать, возможно, альтернативные варианты. Это, на самом деле, очень немного дало за последний год именно вот это понимание самого себя, потому что, ну, в принципе, можно проходить эти тесты даже, там, не ради победы, не ради финала, однозначно, да, себя узнать, потому что это очень сложный тест, тесты ранхиксовские, то есть, ну, это, можно сказать, сертифицированные, скажем так, с очень высоким уровнем верификации. Да, узнать себя, понять себя, это тоже очень важно, потому что, ну, может быть, мы себя как-то оцениваем, да, по каким-то, там, параметрам. Мне всегда казалось, что у меня такое мощное системное мышление, я всегда так все вижу картинку в объеме, а вот как раз выявилось, что у меня вот недостаток, скажем так, или, может, переизбыток, наоборот, этой настойчивости, которая иногда ей вредит. И в этом смысле я также, вот, ну, для меня это стало тоже, это первое для меня, что стало для меня именно плюсом участия в конкурсе, это возможность само себя продиагностировать. И достаточно приходит очень четкий, приходит большой развернутый тест, ой, тест, отчет по тестам, и где прямо показано не только ваши проблемы, но и рекомендации по исправлению с приложением списка литературы в том числе. Прикольно, да. И еще, кстати, извиняюсь, и еще дают доступ к библиотеке Сбербанка, где все эти книги есть. То есть, да, это такое комплексное сразу решение. Полезный бонус. Полезный бонус, да. Хорошо, когда вы уже встретились, то есть это все было онлайн, наедине с компьютером, наедине с системой, когда вы уже встретились, на каком этапе, со всеми, с участниками, был такой момент? Да, значит, после прохождения второго этапа тестов успешного, мне пришло приглашение на полуфинал в городе Новосибирск. И в городе Новосибирск в декабре 2017 года, да, и вот я прилетел, там было 300 лучших по результатам тестов с Сибири, и в том числе 13 человек из республики Буряти. Я правильно понимаю, это был финал округа? Ну да, он официально назывался полуфинал федеральный, и, ну, можно сказать, что это был некий такой финал округа, где были представлены со всех регионов Сибири, что меня порадовало, что из республики Буряти было 13 человек, что там в пропорции к количеству населения, мы там были одни из лидеров, там, по-моему, Томская область была впереди, и, по-моему, еще, я же не помню, еще кто-то, ну, и мы были, то есть у нас было 13 человек, хотя у нас достаточно небольшая республика, даже по меркам Сибирского федерального округа. Вот. И мы, да, мы там встретились, да, там сразу мы все, кто был в Бурятии, все, значит, там объединились, решили там другу помогать по мере возможности. Но, насколько я знаю, вас разделили потом всех, да? Да, всех разделили по группам, да. Там началась командная работа, и там фактически вы не пересекались. Ну, я имею в виду, земляки не пересекались. Не пересекались, да, мы не были ни с кем в группе, я не был ни разу ни с кем из Бурятии в группе. Значит, давалась такая табличка, в которой была указана фамилия, имя и шесть номеров. Причем они ни у кого не совпадали. То есть это был уникальный набор из шести цифр, и каждая из цифр, она показывала группу, в которой ты будешь работать. И мы, по-моему, каждый день меняли по три группы, то есть первый день три группы было, и второй день было три группы. Вот. В чем заключалась работа в группах? Работа в группах, ну, она такая, знаете, была, достаточно была, достаточно была такая неоднородная, сложная такая была. Значит, это было сначала было решение бизнес-кейсов, это такой, ну, такой тест на общее знание, там, ну, какие-то простейшие, там, SWOT-анализ, PEST-анализ, да, такой, ну, бизнес-кейс и их решение. Самое сложное начиналось потом. Значит, примерно в группе было 10 человек, и говорили, в общем, так, даю вам час, чтобы решение у вас было. Мы час проходил, мы презентовали решение, а потом говорили, вот вам полчаса, ну, вы должны единое решение, а все группы, разработать. В общем, там и начиналось самое интересное, в общем, потому что там все люди амбициозные были, все со своим мнением, достаточно аргументированным, и все это, да, там, ну, действительно, это межличностное общение, какие-то умения убедить, где-то умения уступить, вот это именно, я думаю, в большей степени оценивалось, именно взаимодействие с другими людьми. А кто оценивал, то есть внутри каждой команды был... Внутри каждой команды был... Один человек, да, так называемый асессор, оценщик, который сходил, ставил баллы. То есть он не принимал участие в обсуждении, в каком-то поспоре? Нет, ну, просто, да, со стороны абсолютно, да, то есть мы даже не имели права обращаться с какими-то вопросами поясняющими, то есть нам давали листок, мы там в течение, там, 5 минут могли задавать вопросы, какие-то там разъясняющие, дальше мы работали в группе совершенно самостоятельно, и были, скажем так, только сами с собой коммуницировали. Вы знаете, на чем вы срезались? Потому что полуфинал стал для нас последним. Да, я знаю, на чем я срезался, я даже разговариваю с одним из асессоров. В общем, насколько я понял, что все-таки я как человек из бизнеса, и у меня вот, о чем я говорил в своих недостатках, слишком высокий у меня был уровень, скажем так, настойчивости. В целом, во все группы, в которых я был, ну, как бы, скажем так, то решение, которое было моим, оно становилось общим. Ну, там, естественно, оно было не только моё, там, каких-то еще коллег, но оно становилось общим решением группы. И у меня в этом смысле достаточно низкие баллы я получил по умению работать в команде, ну, и там, по социальной ответственности, потому что... То есть даже несмотря на то, что решение, может быть, было и правильно, или там не было таких правильных кипр... и начальником слова конкурса, я понял, что там, кто будет главный, тот и молодец. В общем, и... А необходимо было коммуницировать, да, с людьми, убеждать, как-то влиять на людей даже, может быть, и не обязательно там, скажем так, административно, там, или пытаться там, как говорится, загрузить кого-то, а наоборот, может быть, где-то пойти навстречу, где-то, может быть, уступить. Вот этого не хватило. Я даже разговариваю с асессором, говорят, сразу, по-моему, видно, что вы работаете в бизнесе, и вот вам не хватает, говорят, некого такого, знаете, мышления такого более системного, более, может быть, отстраненного. То есть вы вот прямо... У вас есть цель, и вы прямо к ней идете, несмотря ни на что. И это тоже стало для меня достаточно большим уроком, потому что я потом смотрел свой отчет, и у меня действительно очень низкие баллы за, ну, именно за, да, за там, за командную... За взаимодействие с другими. Да, и очень низкая социальная ответственность, потому что все-таки там были такие задачи, например, там, моногород, в котором необходимо, необходимо там, или сегодня уволить 5000 человек, или там через полгода он вообще закроется. Я говорю, конечно, надо всех увольнять сейчас, там, как-то их переориентировать. Ну, а другие говорят, что давайте какие-то искать варианты, там, ну, даже как бы больше людей думать. И это тоже действительно, я считаю, что это тоже очень важно, и тоже для меня стало уроком. Вот, и на этом я срезался, на самом деле. А по всем остальным параметрам, в общем-то, я в финал проходил. Мало того, коллеги мои, которые попали потом в финал, мне говорят, что... А там была другая совсем атмосфера, наоборот, там посадили всех в один зал большой, и там такой был некий, такой был батл, и, в общем, говорится, что все как один говорят, что возможно, я бы смог там победить в финале, как раз те качества, которые были у меня, они там были необходимы больше в финале, чем в полуфинале. Хотя, ну, похоже, знаете. Остается не так много времени, буквально пару минут. Для чего нужно принять участие в конкурсе «Лидеры России»? Вообще, да, я хочу сказать, что, во-первых, если вы собираетесь жить и работать в России, если вы уверены в себе, и если вы хотите что-то добиться в жизни, каких-то успехов в карьере, в профессиональной деятельности, то я считаю, что обязательно необходимо поучаствовать в конкурсе. Обязательно необходимо. Вот что лично мне это дало? Ну, во-первых, мы получили некий знак качества. То есть, да, мы поучаствовали абсолютно объективный, непредвзятый и достаточно авторитетный, скажем так, прошли тест общий на свои способности и получили некий сертифицированный знак качества, который может много где угодно примениться в карьере, в бизнесе. То есть я сегодня уже общаюсь со многими людьми, в том числе и в Москве, когда говорю, что я дошел до полуфинала «Лидеров России», ну, сразу же другое отношение абсолютно. Во-вторых, что очень важно, я достаточно познакомился с огромным количеством людей по всей Сибири, у меня есть друзья, причем это очень интересные, развитые люди. Познакомился с 12 людьми из Бурятии, которых я раньше не знал своему удивлению, хотя мне казалось, что я там достаточно большим кругом общения обладаю. 12 таких людей, после чего у меня вера в республику Бурятии еще больше увеличилась. Почему? Потому что такие очень интересные, развитые интеллектуальные люди. Вам, кстати, поступали предложения? Мы знаем, что Евгений Малыгин, это один из финалистов конкурса, он стал замминистра туризма. А вам поступали предложения? О каких-нибудь должностях, либо кадровом резерве? Вы знаете, на встрече с главой глава дал поручение о включении всех полуфиналистов в кадровый резерв в категорию руководителей. То есть это высшая категория кадрового резерва. И, соответственно, я, в принципе, к этому не стремился, но в целом я считаю, что это тоже такая долгограющая история. Я считаю, что если у меня появится желание, то то, что я участвовал в конкурсе и добился определенных успехов, я считаю, что это станет для меня подспорьем. Достаточно. Спасибо большое. Время нашей программы истекло. Я напоминаю, что в гостях у нас был Семен Матхеев. Он нам рассказал об изнанке конкурса лидера России, о том, какие там испытания нужно пройти, чтобы стать действительно лидером. Это была программа «Актуальная тема». До свидания.